А тем временем в офисе BlackRock Чувак, я тебе сейчас такую тему закину Это, короче, самая лучшая маза, которая была за несколько месяцев последней Просто крыша снос И у тебя есть буквально 60 секунд, чтобы согласиться Итак, друзья, да, в итоге-таки эфириум ETF И вся актуальная информация есть на форклоге и на других инфо-сайтах Но нам-то с вами чё? Ну Гэри Гэнслер, ну СЕК, ну бумажные фонды Честно говоря, меня лично вообще как друг криптонак, которым я себя всё-таки считаю И стараюсь соответствовать Ну вот оно всё записано на бумажечке чётко Но меня это всё немного подбешивает больше, чем радует Весь этот BlackRock, все эти ETF, все эти Джимми Даймена Они же все говорили изначально, что биткоин – это крысиный яд Если вы помните Когда сами скупали по 200 долларов его А сейчас, походу, потихонечку начинает разгружаться И Сейлору тоже не доверяю Посмотрите на его лицо Он тоже хомяк, на самом деле тот ещё легендарный, конечно, человек Молодец Вот, поэтому всё берём под сомнение И то, что сейчас цена пампит – это всё тоже ерунда Но давайте посмотрим на графики Постараемся это сделать максимально непредвзято Но в целом, да, конечно, мы отбились Мы отбились от потенциально трендовой Если она будет вот каким-то таким образом у нас с вами заворачиваться в экспоненту То что-нибудь такое мы можем увидеть Или даже вот такое Стаканы На продажу есть вот заявок много По 70, по 71, по 72К, как мы видим По ТРДРу Да и вообще вон там и дальше, тем более по 90 и по 150 Вот, то есть В принципе пока Ну, ничего сверхъестественного не происходит И вообще напрашивается даже, может быть, коррекция в какой-то момент Так, а где у нас наши агрегации продавца, покупателя Обновим ТРДР Кстати, да, ребят, заканчивается скидка на ТРДР по нашей ссылке Сканируйте срочно QR-код с экрана, телефоном Либо переходите по ссылке из описания на ТРДР Потому что акция ограничена 20% скидка идёт только сейчас Вот, ТРДР чумовейший просто отрабатывает Посмотрите, особенно на старших таймфреймах Типа 4-часового и так далее Но на скальпинге тоже просто там попадаются ложные уровни Как бы, которые не удерживаются Но в основном они все удерживаются Поскольку это данные со стаканов И Да, у нас тут были продавцы Посмотрите, и мы снова сейчас к ним Потенциально подберёмся Возможно, на 70 тысяч куда-нибудь сходим На 72 А вот там будем посмотреть Возможно, реально мы оттуда ещё разок развернёмся Потому что, ну, не факт, что у рынка есть сила Идти как бы безоткатно таким образом Понимаете, наверх Хотя, опять же, если мы отдаляем Надо понимать, что мы им дело с параболой всё равно И с более такой крупной параболой Так что слишком долго ловить там каких-то Ловить биткоин ниже Я думаю Чревато тем, что можно остаться просто вне Этой ракеты Ну да ладно с биткоином Давайте эфир посмотрим Ведь сегодня на его улице праздник ETF это, конечно, хорошо Что одобрили типа, да, считается официально Но я вам говорю ещё раз, что радоваться нечему В том смысле, как Андреас Антонополус говорил Кто помнит его видео Честный протокол про чипсы и биткоин Вот он там очень точно объяснял, что кому вы аплодируете Этим фондам, крупным банкирам и прочему сброду От которого мы все изначально и бежали То есть сеть биткоина Там же даже в white paper заложен Точнее в первом блоке заложено послание Вы в курсе вообще, что Сатоши, когда запустил биткоин В самой первой транзакции Спустя 10 лет после запуска оригинального кода биткоина В блоке было обнаружено секретное послание Сообщение Считается, что послание принадлежит предполагаемому создателю биткоина Сатоши Накамото Сообщение найдено в блоке Генезиса То есть в первом блоке И выглядит следующим образом Вот такая крикозябра Оно было идентифицировано как обратный текст исходного сообщения Зашифровано в 16 формате На расшифровку экспертам потребовалось время Однако им удалось прочесть его И сообщение это звучит вот так The Times 3 января 2009 Канцлер вновь готов предоставить банкам финансовую помощь По мнению некоторых аналитиков Сообщение связано с глобальным финансовым кризисом Потрясшим финансовую сферу в 2008 году Ну короче говоря Сатоши просто проглумился И протроллил Протроллил существующую финансовую систему И биткоин это не пузырь Как большинство думает до сих пор А это иголка которая проткнет этот пузырь Госдолга США И доллара США Который падает к биткоину постоянно Если мы переворачиваем график То мы видим с вами Что доллар США в биткоинах Упал уже в миллион раз И продолжает это делать Поэтому конечно же To the moon Но не без коррекции Вот я вам хотел что напомнить Да у нас все очень по быче здесь выглядит На недельках по битку И по эфиру вообще супер отбились По эфиру супер отбились Да посмотрите При том что эфир в отличие от битка Еще не переписал all time high Он только подобрался у нас Вот к этому уровню сопротивления Которая вот здесь тоже была проторговка Но в принципе это можно уже считать Практически all time high Да поэтому Да эфир я на мой взгляд С 80% вероятностью Идет переписывать all time high И в этой связи Мне гораздо интереснее Альткоины Те которые еще не улетели Их миллион ребята По ним можно бежать Будет целый стрим отдельный Но их очень-очень много И на байбите Я сейчас торгую Как раз в основном Именно их Точнее Свой фокус С битка и эфира Перевожу на Альты 3-го, 4-го эшелона Или там 2-го, 3-го Как вы их называете То есть Биток эфир Я уже практически разгрузил Все позиции А по альтам Активно добираю По аудио Тоже я разгрузил позицию Кто смотрел вчерашний стрим Это был просто эпик Трейд Ребята Вот видите ПНЛ ПНЛ 5300 И еще 2300 Unrealized Это просто Трейд Вот На 350% Получился Это было на вчерашнем стриме Кто не видел Посмотрите обязательно На вчерашнем стриме Мы забрали 3 с чем-то 3 с копейками Это я доторговал Уже после стрима Чуть-чуть Еще Да А это я просто поставил Вот такие ведра И я написал об этом У нас в телеграме Так что проверьте Обязательно подписаны ли вы На наш телеграм Чтобы не пропускать Важные алерты Поставил ведра На разгрузку Дальше Если он попрет И вот он В несколько ведер Уже налил В принципе Трейд офигенный Я бы даже скинул Сейчас еще 5000 контрактов Все равно В любом случае Откатит Можно будет потом Добрать Но В целом Если вы посмотрите На тот же аудио В долгую На На трейдинг Вью То тут конечно Какой тейк профит Вы понимаете Что я сейчас вам Вот это На байбите Внутри дня С большим плечом Вот здесь Вот говорю Тейк профит Из лонга Вы еще раз Меня неправильно Не поймите Поймите Как я торгую Я торгую На разных масштабах И на разных Таймфреймах Временных Как правило И соответственно Как сказать По волатильности Тоже ограниченных То есть если вы торгуете Внутри дня Вы торгуете Где-то вот здесь И вероятность Того что сейчас Будет вот эта палка Но она как бы Есть все равно 50 на 50 Или будет Или нет Но она все равно Грубо говоря Мала Если мы измеряем В процентах Вероятности Винченс Здесь скорее Гораздо большая Будет вероятность Того что Цена просто сходит Как-то так Чуть-чуть Незаметно И вы внутри этого Движения Уже приближаясь Отторгуете Заберете профит Но в целом Я почему вам говорю Что всегда Сейчас держите Хотя бы 10-20% От позиции Оставляйте То есть Не закрывайте Целиком трейд Потому что Если вы сейчас Закроете целиком Здесь трейд Пускай даже в 500% Плюса Я прошу прощения Чуть-чуть приболел Голос Севший Короче Вы можете закрыть Хоть 1000% Плюса Но потом Если цена улетит Вот так А у вас не останется Ничего То извините Как бы Претензий Некому будет предъявлять Разве что зеркалу Поэтому в этом случае Обязательно Оставляем часть позиций Что я и делаю Давайте посмотрим У меня Сколько стоит еще ведер Вот почему-то Не видно Последнюю заявку Может она уже исполнилась Да У меня стоит еще 4 ведра по 5000 И 40 тысяч контрактов Нормально То есть У меня закроется Максимум половина позиции И я еще доберу Наверное По дороге Где-то буду торговать Это руками В общем Обязательно Добавьтесь к нам в телегу Чтобы не пропускать Важные алерты По трейдам В целом трейды Очень крышесносные Биток и эфир Я тоже решил забрать Потому что Ну как бы профит Уже был 3 эфира И 0.1 битка Поэтому как бы Я временно Разгрузил их До очень маленьких плеч До вторых Там типа А эфир вообще По стопу выбило Вчера Эфир Что-то там Доехал А эфир у меня Шел по тренду Я поставил стоп И вот В безубыток Его выбило Так что В принципе Все нормально А вот Альты А XRP тоже выбило По стопу Вот Что надо XRP на самом деле И Все остальное Искать новые точки Входа Буду собственно Это делать Держать вас в курсе В телеге И возможно Позже выйду в стрим И что Эфириум классик Еще кстати говоря Сейчас со всей Этой шумихой С ETF-ом эфира Под шумок Могут начать Накачивать форки Тот же ETHW Или эфириум классик Ну который Технически Надо понимать Что является не форком А оригиналом Цепи эфириум То есть В чем уникальность Вообще ЭТС Из всех форков Даже из биткэша Там да Всего Что ЭТС Это единственный Который форк Якобы называют Но это подлинник То есть это Изначальный блокчейн Если вы не знали Об этом Почитайте тоже В интернете Вот Поэтому для меня ЭТС представляет Ценность такую Как Знаете Антиквариатную То есть это по сути Как NFT блокчейн Это подлинный блокчейн Эфира На Proof of Work Который можно майнить И на нем Все прекрасно делать Ну вот В общем Потихонечку лангуем Аккуратно Плавно разгружаемся Ставим стопы Тейки Ставим лайки Обязательно Если вам понравилось На бирже Гейт Сейчас идет акция У меня кстати На бирже Гейт Открыт хеджевый шорт По битку Все еще Но это так Уже на какие-то копейки Вон у меня Ликвидация 100 миллионов долларов То есть без плеча Остатки шорта И вон он Практически уже вернулся К точке входа Так что я пожалуй Даже его закрою И потом перейду В хеджевый режим Акция идет На бирже Гейт До 200 долларов Можете получить На свой счет После прохождения КОС По нашей ссылке И про торговки Объема на Миллион USD Но это фигня На самом деле Миллион USD Это 100 тысяч контрактов Сделку Пять раз открыть И пять раз закрыть И все Вот вам миллион USD И прилетает 200 баксов Ну и соответственно 100 баксов За полмиллиона И так далее Вот так что тоже Это предложение ограничено Для первых ста Кто успел Переходите по ссылке Если вы еще не зарегистрированы На бирже Гейт То вы можете По нашей ссылке Это сделать И получить Эти бонусы Плюс там еще По-моему гарантировано 10 долларов На депозит Или что-то такое Короче Обо всем у нас в телеге Подробнее ищите посты И меня лично Больше интересует Гейт токен Сейчас на этой бирже Я его скупаю Покупаю Потихонечку И вывожу на кошелечек МНТ тоже Покупаю естественно И Фемикс токен Фемикс Видели токен Как полетел Уже на 1.13 Короче Время биржевых токенов Пришло Я думаю Вот так вот А последнее Все-таки Давайте с вами глянем Знаете что это Риск Социал риск Да он все еще Это какой-то пипец Ребята Социальный риск Находится на уровне 0.02 А ну все Уже 0.02 А то он был вчера 0.02 Помните Все Социальный риск Отбился 1 0 подписчиков Вот видите Как он мерится 0 подписчиков 0 подписчиков Друзья новых За последнюю там неделю Или сколько Понимаете да По метрикам От Бенджамина Коуэна Замечательным Сайтом Into the Cryptoverse Мы только выходим Из накопления Из накопительного канала Тут по многим метрикам Мы вообще Только-только Ну и по альтам Это видно Что мы еще Даже не начинали расти А при этом На крупнейших Ютуб каналах Миллионниках И там И двухмиллионниках 0 новых подписчиков За последние недели То есть Пипл Вообще Вот был небольшой Всплеск На 70 тысячах И снова Пипл отвалил Как это было Вот здесь Примерно На коронадампе То есть По этой метрике Мы вообще На дне медвежьего рынка Прямо сейчас И раз уж Мы об этом Заговорили Ребята Не будь я Гринни И не будь мы Крипто комманс Если бы мы не перевели Для вас Свежее видео Бенджамина Коуэна Мастера Технического И ончейн анализа И графиков Его последнее видео По эфириум Битиси Очень интересный Аутлук На ситуацию Поэтому давайте Посмотрим Прямо сейчас При помощи наших друзей С канала Блаблак Крипто Мы перевели Для вас Этот видос Погнали Его смотрите О коэффициенте Эфира К биткоину Если вам Друзья Нравится этот контент Вы знаете Что сделать Поставьте под видео Лайк Подпишитесь на канал И не забывайте Писать ваши Бесценные комментарии Которые мне Очень помогают На самом деле Я не планировал Делать видео Об отношении Эфира К биткоину В ближайшем будущем Но я знаю Что если не сделаю Это Все будут говорить Что я пытаюсь Этого избежать Не говоря На данную тему И я знаю За прошедшие годы Что в ситуации Когда ты ошибаешься То лучше это признать Нежели делать вид Что этого не было Так что если вы здесь Для того Чтобы увидеть мое признание То пожалуйста Вот оно Прежде всего То что я хочу сказать В отношении Эфира к биткоину Заключается В том Что все Что бы я ни говорил В настоящий момент Я знаю Что будет воспринято Как Копирование Верно Я это понимаю Это в некотором роде Противостояние слабости Так Так что На самом деле Я не могу Ничего толком Говорить о своей точке зрения Особенно Если это не является Слепой Бычьей позицией А без этого Все выглядит Как жалкая попытка Защититься Ага Я в курсе И Поэтому Я собираюсь Попробовать Это сделать Не Просто Знаете Выглядящим Лишь только С одной стороны Но должен сказать Что в последних Нескольких видео Были две вещи О которых я говорил Прежде всего Если ты Ждал Два с половиной года Чтобы трейдить Эфир к биткоину То Ты сильно Опоздал Ведь Знаете Я делал трейд Вот здесь И за эти два года Я продолжал Убеждать людей В том Что происходит А теперь Есть лишь Единицы Которые мне это Припомнили И вот почему За последнее время Мне пришлось Сделать пару монологов О том Что если Вы конвертируете Сейчас То вы сильно Опоздали к игре И нет никакого Смысла Делать конвертацию Во время Свитчи капитуляции Так Это первое Второе Я говорил То что Похоже Что многие люди Конвертировали Свой эфир В альткоины В наихудший Момент времени И один пример Который я привел Было отношение Соланы К эфиру Я тогда говорил Что Знаете Альткоины Являются Самыми лучшими Осцилляторами Говоря в общем Поэтому оценка Пары Соланы К эфиру Выглядела Очень растянутым И есть примеры Когда оценка Альткоинов К эфиру Выходит за верхние Границы диапазона Я не хочу полностью Сбрасывать со счетов Этот сценарий И считаю Что в следующем Здесь будет форекс Но Я много Я очень много раз Видел ситуации Когда альткоины В отношении к эфиру Это делали Была вершина Спускались вниз Потом снова возвращались К вершине Все предвещают Обгон эфира И на этом все завершалось Так что Так что Надеюсь Такая точка зрения Будет полезна По крайней мере Для того Чтобы предостеречь От конвертирования Ваш эфир В Солану В самый наихудший Момент Этого диапазона Ведь всего лишь Пару дней назад Все указывало на то Что большинство людей Об этом и молились Теперь В отношении Эфира к биткоину Честно говоря Я не знаю Как об этом говорить Не выглядя Слабым и защищающимся Я реально не Знаю Так что Я попытаюсь Но если бы я был На другой стороне Я бы говорил То же самое Так В общем Первое что я скажу Будет Со всей этой истории Со спот Эфир ИТФ Я думаю Что многие считают Что я хочу Чтобы их Не одобрили Но я говорил Много раз И даже в своем Последнем видео Вышедшее Всего лишь Пару дней назад Я говорил Что на самом деле Я надеюсь Что их одобрят Ну то есть Я болею За то Чтобы Это было одобрено Я лишь считаю Что существует Сценарий При этом Я также знаю Что Многие Не будут их покупать И не могу Их в этом обвинять Но существует Такой сценарий При котором Даже если Эфир ИТФ Будут одобрены Пара эфира К биткоину Не обязательно Сразу же Поднимется На новые высоты Так И я понимаю Что данная Точка зрения Не является Популярной И я даже На самом деле Не признаю Что сам Верю в это В том Что моя уверенность В этом очень большая Это лишь то Что я говорил ранее И я повторю Эту точку зрения Что существует Сценарий При котором Произойдет Что-то похожее на это Я на самом деле Хочу пройти По паттерну Который мы Который мы с вами Наблюдали в последний раз И на самом деле Я об этом говорил Видео вот здесь Упоминая вероятность Того Что пара Эфир к биткоину Может скачать вверх До отметки 0.05354 И причина Почему в прошлый раз Я об этом говорил Заключалась в том Что мы находились На уровне Полосы поддержки Бычьего рынка Прямо сейчас Вы видите Что мы на самом деле Немного выше ее Полосы поддержки Бычьего рынка Мы видели это Много раз Мы наблюдали это Не единожды Это было вот здесь Это было здесь А еще вот здесь Здесь и здесь Во всех этих движениях Мы преодолевали Полосу поддержки Бычьего рынка Но в конечном итоге Все эти попытки Привели к Нисходящим верхам Поэтому я считаю Что вам нужно Абсолютно Убрать вершину Вот здесь Чтобы более точно Оценить середину По крайней мере Я бы так сделал Но я хочу Также еще Упомянуть О одном сценарии Когда речь заходит О паре эфира К биткоину И о том Что мы с вами Наблюдали В 2019 И если это отыграет Или может отклониться В любом случае Прежде всего Я признаю Что я недооценил Спот биткоин ETF И Таким образом Я не собираюсь Утверждать То что Существует лишь Одна Правильная точка зрения Да, я согласен Знаете Это еще так же И сложно И я не могу сказать Сколько на самом деле Людей Выражались О том Что настроены По медвежьи На пару эфира К биткоину За последние Два с половиной года Но каждый раз Когда он поднимается Вверх Ко мне Приходят с вилами И такая ситуация Меня немного смущает Потому что Прошлый раз Когда я С точностью По времени Определил дно Опять же Ко мне пришли С вилами Поэтому я хочу Пройтись еще раз По этому сценарию Последний раз Честно говоря Потому что Надеется Отыграет оно Или нет И если вдруг Не отыграет То нужно будет признать Что пора Развернуться Но В последний раз В том случае Если паттерн Продолжится Пара эфира К биткоину Образовала Двойную вершину Здесь Над полосой Поддержки Бычьего рынка В декабре Это буквально Было начало Недели Которая выпала На 31 декабря По сути Январь 2019 И нисходящий Верх Феврале 2019 Если посмотреть На дневные свечи То вы можете Увидеть то О чем я говорю Вот эта вершина Выпала на 5 января А эта Выпала на 21 февраля В итоге У нас образовались Две Вершины То есть Вершина И Нисходящая Вершина Верно? На январь И на февраль Давайте их возьмем И напишем Январь И февраль У нас есть Январь-февраль Двойная вершина Аналогичная И в этот раз Верно? Январь-февраль Это было На начало января Прямо как вот здесь А вторая вершина Выпала На конец февраля Прямо как вот здесь Так? То есть У нас есть Аналогичный сетап У нас есть Абсолютно идентичный сетап Точки зрения вершин По таймингу Январь И февраль И ты можешь меня спросить Зачем мы на это смотрим? Почему бы не посмотреть На что-нибудь еще? Но опять же Причина По которой я смотрю На такие вещи Потому что Мой взгляд На криптовселенную Каким бы невежественным Он ни был Зависит от Денежно-кредитной политики Это причина Почему я смотрю Побычную биткоин-доминацию На протяжении двух с половиной лет Ясно? И когда мы с вами Смотрим на процентную ставку И видим то Что происходило В последнем цикле Мы знаем Что пара эфира к биткоину На самом деле Не образовала дно До момента сокращения ставок Опять же Я не утверждаю Что в этот раз Все должно повториться В точности Как и было раньше Но все же Я считаю Что должен присутствовать Сценарий Который следует Учитывать Если в прошлом цикле Пары альткоинов к биткоину Не образовали дно До момента Начала сокращения ставки То существует шанс Того Что это повторится И в этот раз Но то Что произошло тогда Мы начали двигаться вниз После чего Вскочили вверх И на самом деле У нас даже было движение Превосходящее Полосу поддержки Бычьего рынка И не угадаешь ли ты В каком месяце Это произошло Это Случилось В мае Таким образом У нас есть Январь Февраль И май И сейчас До сих пор Мы видим То же самое Происходящее В этом мае Так ведь Но заметьте Когда у нас Образовалось Вот это движение У нас был фитиль Превосходящий Полосу поддержки Бычьего рынка После чего Мы опустились Под нее К концу Этой недели Прямо сейчас Мы над полосой Поддержки Бычьего рынка Очевидно Прямо так же Как это было Вот здесь В феврале И январе Аналогично 2019 Так что Сейчас мы Над ней Поэтому Если сценарий Отыграет Аналогично 2019 То Тебе следует Ожидать Оценку пары Эфира к биткоину Опускающиеся Под 20-недельное СМА Где-то в течение Следующих Пару недель В общем-то Аналогично тому Как это было здесь В мае 2019 Несколько недель Было над Но в целом Мы были под Или же В феврале Январе Когда мы поднялись Но после чего Опустились Под нее По крайней мере На одну Две недели Поэтому Я смотрю Вот на эти графики И говорю А что если Не будет отличий Одна По крайней мере Из вещей Которая Я думаю Произойдет Если это все Отыграет Одна Из вещей За которой Я слежу Было Вот этим Движением Так что Я думал Что это Движение Уже Произошло Потому что У нас уже Было движение До полосы Поддержки Бычьего рынка Очевидно Я ошибся Даже если бы Это не отыграло Потому что У нас есть Еще одно Движение Вверх Преодолевшее То Где мы Были В тот Момент Итак Январь Февраль Май Январь Февраль Май Теперь вопрос Так И он в том Пойдет ли он Обратно вниз Биткоин снова Заступит на сцену Его доминация Пойдет вверх Но Одна вещь Которая произошла Заключается В том Что В 2019 Если вы посмотрите На прибыли С начала года По эфиру Вы увидите Вот этот всплеск Прямо здесь Примерно в мае Плюс-минус В то же самое время И вот когда Это произошло Примерно три дня спустя В течение трех дней И если вы посмотрите На график Если вы увеличите масштаб Позвольте-ка я вам покажу Ненавижу говорить Поверьте мне на слова Потому что я могу ошибаться Не запоминая все Так что Полагаю Что это была вершина В течение трех дней Один Два Три Всплеск Длившийся три дня На третий Преодолевший Полосу поддержки Бычьего рынка Если мы посмотрим На сегодняшнюю ситуацию То честно говоря Это не выглядит Прямо совсем так же У нас было движение В два дня Потом красный день А теперь мы находимся На втором дне Этого текущего движения Первый день дал Примерно 10% Второй примерно 5% И да Вы можете сказать Слушай Бен Но это не то Что было в 2019 Это гораздо более впечатлительно 10% Теперь 5% Но нет На самом деле нет Это больше выглядит Как недоошеломляющее движение Движение Вот здесь Составляли 8% 11,5% И 11% Да Так что 8% 11,5% И 10,5% Так что 8% 11,5% 10,5% А до сегодняшнего момента Здесь было 10,5% И 5% Если вы хотите Сравнить с этим Вот здесь То получите Примерно 6% Но вообще Это не значит Ну то есть Мы можем еще Увидеть продолжение И я ни в коем случае Не говорю Что это не может продолжаться Но я считаю Что это важный момент Для принятия И еще одна вещь О которой я говорил Много и много раз Заключается В сокращении ставки И то Как это может повлиять На нас Прямо сейчас Ближайшее сокращение ставки Не ожидается Раньше сентября И во время Когда только год начинался Рынок ожидал Что первое сокращение ставки Может быть уже в марте Плюс-минус Но Очевидно Этого не произошло Если мы с вами Посмотрим на доминацию Биткоина То увидим Что ей очень хорошо досталось И С учетом сказанного Она по-прежнему Находится над полосой Поддержки бычьего рынка Верно? Есть что есть Это то Что является вещью Которая Когда хорошенечко Огребает и падает Никогда не наблюдал Полного крушения После чего Она разворачивается И продолжает движение вверх Так что Смотря вот на этот график И сам для себя понимаю Я никогда не ошибался Говоря о Бычьем положении Биткоин-доминации Если мы посмотрим На месячный график В виде свечи Хайки наши То увидим Что на самом деле Они все зеленые С декабря 2022 Так? Поэтому Биткоин-доминация По-прежнему выглядит Так как и выглядела Всегда Но еще одна тема Которой я хочу Поговорить с вами И которая В какой-то степени Привела К этому Итоговому падению Была статья Дайте-ка я вам Ее покажу Вы знаете Какие были Показатели По инфляции Недавно И вовсе Нехорошие В итоге У нас Образуется Нечто Такое Как Скажем Медь Цена на медь Почему я говорю О меди? Да потому что Если вы посмотрите На Сравнение Инфляции в США С медью То увидите Что медь Обычно является Хорошим Опережающим Индикатором По инфляции Если медь Идет вверх То обычно Инфляция Следует за ней Конечно Это не значит Что нас Ожидает Вторая Большая Волна Но Графики Все еще Совпадают Но Цена на нефть Недавно Пошла Параболически Верно Так что Это может Удерживать Инфляцию От Прогресса Которого От нее Все ждут В том числе ФРС Так что Будет Если Мы снова Увидим Плохие Результаты По инфляции Это может Привести К тому Что рынки Еще в большей Степени Исключат Ожидания По сокращению Ставки На самом деле Такое было В июне 2019 Если мы Посмотрим С вами На эту статью Вышедшую В июне 2019 Когда ФРС Заявила Что Имеются Признаки Сокращения Ставки Но Этого Не произошло До 2020 Вы видите Она была Опубликована В среду В июне 2019 ФРС Сообщила Сокращение Но Не сократила До 2020 И причина Почему Это является Интересным В том Что Это Было В июне 2019 И Если Мы С вами Посмотрим На то Что Было В июне 2019 То Это Было Точно Тогда Когда Эфир К Биткоину Сделал Итоговое Движение Вниз Теперь Мы С вами Приближаемся К Июню 2024 И Знаете Я Вот Смотрю На Этот График И Понимаю Что На самом Деле Он Не Особо Отличается Но Должен 0.06 То Будет Все По-другому И Знаете Мне Нужно Будет Перестать Сравнивать С 2019 Но Что Если Вот Это Маленькое Движение Здесь Что Если Вот Это Движение Является Вот Этим Может Же Быть Такое Да Может Определенно Такое Может Быть И Конечно Есть Несколько Различных Путей Развития Событий Одним Из Которых Будет Очередной Ралли Для Баланса Ведь Мы Видим Что Деньги Продолжают Поступать В Биткоин То Все Это Может Привести К тому Что Пара Эфир К Биткоину Застранет На Месте А Биткоин Снова Будет В Преимуществе На самом деле Вы Можете Утверждать Что Ликвидность Из Альткоинов По Причине Того Что Они Остановились На Месте Является Большей Подпиткой Для Биткоина Так Это Один Пример Но Есть И Другой Пример В Том Что Мы Можем С Вами Увидеть Еще И Дамп По Биткоину Это Также Вероятность Единственная Причина По Которой Я Это Упоминаю Заключается В Том Что Если Вы Посмотрите На Вот Это Дно Образованное В Паре Эфир Биткоин Оно Образовалось Во Время Ралли Биткоина В То Время Как Вот Вот Это Дно Которое Здесь Образовалось Во Время Дампа Биткоина Так Что Они Немного Отличаются Когда Мы Мы Видим Что Одно Было Во Время Ралли Биткоина Второе Во Время Дампа Поэтому Очень Сложно Определить Подем ли мы По Пути 2019 Потому Что Биткоин Уходит В Ралли Или Мы Повторим 19 Потому Что Биткоин Уйдет В Дамп Честно Говоря Ответ На Этот Вопрос Я Не Знаю Но Я Как Б Должен Подготовить Базу Для Сравнения С 2019 Я Это Делал Несколько Раз Для Биткоин USD И Причина Почему Я К В В В В В 2019 Биткоин В Общем Показал Нам Такое Что Сформировал Вершину В В В Июне Прям Один К Одному Что В Конечном Итоге Привело К Этому Ралли И Хоть Оно Было В 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 Оно 19 Когда Эта Нисходящая Вершина Образовалась Во Время Впечатлительного Духнедельного Ралли Но В Конечном Тоге Все Равно Привело К Движению В Низ Еще Раз Я Не знаю Что В От И От Грает Ведь Мы Очень Уверенно Можем Пробиться Вот Здесь Уйдя В Еще Одно Движение Это Абсолютно Возможно Не Собираюсь Вам Доказывать Что Этого Не Произойдет Ни В Коем Случа И Я Не Знаю Будет Ли У Нас Достаточно Сил Чтобы Пробиться Через Это Продолжив Забираться Вверх Но Если Будет Достаточно То Это Будет Достаточной Причиной Для Того Чтобы Пара Эфира К Биткоину Какое То Время Застряла На Месте Если Биткоин Вернется Или Если Биткоин Нам Покажет Дневной График Если Мы Включим С вами Дневку То Обратите Внимание На То Что Простите Если Посмотрите На Дневной График На Который Наложим Доминацию Биткоина То Увидите Что Биткоин Доминация Образовала Этот Всплеск После Того Как Пара Биткоин УСД Образовала Вершину Примерно На Том Же Самом Уровне То Вершина Была Примерно На Затем Ушла В Дамп И Когда Она Поехала Вниз Тогда Доминация Биткоина Взмыла Вверх Так Тогда Образовался Всплеск Поэтому Вы Видите Что Последний Раз Когда Пара Биткоин УСД Была На Этом Уровне Было Вот Здесь Тогда Доминация Биткоина Составляла 54,3% Сегодня Она Составляет 54,5% Она Немного Выше При Этом Плюс Минус При той Стоимости Биткоина К Доллару Так Что Повторюсь Что Смотрю Я Вот На Эфир К Биткоину И Вижу Сколько Было Здесь Разных Ралли За Последние Несколько Лет И Каждый Раз Я На Самом Деле Даже Не Могу Смотреть На То Что Пишут Люди В Твиттере И Конечно Ж Здесь Нет Ничьей Вины Ответственности Это Просто Как Б Уколы В мою Сторону По Поводу Каждого Из Этих Ралли И Я Должен Признать Что Это Не Значит Что Пара Эфир К Биткоину Всегда Будет Падать Ведь Я Много Раз Говорил О том Что Будет Глупым Конвертировать Ваш Эфир В Биткоин Во Время Образования Капитуляционной Свечи Вы Не Ждали Два С Полвина Года Вы Не Слушали Меня Два С Полвина Года Что Пара Эфир К Биткоину Будет Истекать Крови А Через Два С Полвина Года Вы Взяли Конверт Нулись Потому Что Вот Что Произошло Потому Что Если Вы Конвернет Здесь То Рискуете Обратно Конверт Нутся Здесь Если Отыграет Сценарий Девятнадцатого Года И Вы Окажетесь В Аналогичной Ситуации Верно И Пара Поедет Еще Ниже То Это Не Значит Что Стоит Делать Ведь В Зависимость От Вашего Места Проживания Вы Попадаете На Налоги И В В И Это Может Оказаться Просто Нестующим Делом Но Я Вижу Вот Эти Все Паттерны И Считаю Что Вот Этот Паттерн И Вот Этот Здесь И Вот Я Смотрю На Понять Почему Больше Никто На Некст Не Смотрит В Целом Вот На Эти Паттерны И Если Посмотреть На Историю Вот Сюда Когда Были Одобрены Спот И Теф У Пары Фир Биткоин Было Ралли Я Говорил Тогда Ребят Возможно Что Это Вот Это Движение Меня Тогда Вы Смеяли А Затем После Того Как Наступил Момент Прямо Перед Халвинга Люди Говорили Спот И Теф Я Говорил Ребят А Что Если Это Будет Вторым Всплеском Второй Вершиной И Опять же Надо Мно Посмеялись Но После Того Как Мы Оказались Здесь И Ушли В Ралли После Халвинга Я Тогда Сказал Что Ребят Я Не Думаю Что Это Дно После Халвинга И У нас Будет Нисходящее Дно Надо Со мной Снова Поржали И Это Действительно Грустно Потому Что В итоге Никакого Результата Никакого Впечатления О том Что Была Хоть Какая-то Благодарность Того Что Я Делал Короче Выводы Два Вывод Первый В том Что Ралли Продолжится Вот И Все Вариант Два Является Ли Это Маем 2019 Будет Истекать Крови До Конца Лета И Оценивая Социальные Риски Которые Происходят Становится Понятым Что Неважно Потому Что Всем Все Равно Будет Наплевать На Это Социальный Риск Сегодня На На Самом Низком Уровне За Все Время С Конца 2018 Так Что На самом Деле Нет Никакого Сценария Удачного Сценария На Мой Взгляд Потому Что Опять же Если Мы Продолжим Движение Вверх То Люди Все Равно Расстроятся Потому Что Люди Расстроятся Ведь Я Громогласно Не Сообщил О Дне А Если Он Не Продолжит Расти Вверх То В любом Случай Всем Будет На Это Наплевать Так Что Я Думаю Что Вот Почему Если Оперировать К тем Заявлениям Что Я Недавно Делал Вот Почему Я Говорю Конвертацию Делать Сейчас Является Глубым Потому Что Определенно Имеет Место Сказать Что Мы По-прежнему Можем Пойти Ниже При Там Я Не Могу Сказать Что Это Обязательно Произойдет Или Что То В Этом Духе Есть Вероятность Того Что Произойдет Какая Похожая Ситуация Мы С Вами Увидим Очередной Нисходящий Верх И Если Это Произойдет То Будет Выглядеть Неправдоподобным На Многие Спустился До Полосы Поддержки Бычьего Рынка Но После Он Ушел В Основательный Боковик И Прямо Около 0.3 Выглядело Все Буквально В Точности Так же Это Как будто Буквально На 0.02 Больше Верно Потому Что Здесь Вот Здесь Мы Ушли Вниз До На самом деле Это Интересно Я Раньше Сюда Даже Не Смотрел Если Мы Посмотрим На Цены Мы Видим Что Здесь Было 0.025 А Здесь 0.035 А Теперь Посмотрите Ко Вот Сюда Спустя 5 Лет Так Давайте Ко Я Включу Цены Вот Здесь У Нас 0.045 А Здесь 0.54 Очень Похожее Движение Здесь 0.25 До 0.35 А Здесь 0.045 До 0.55 Плюс Минус Так В общем Смотрю Я на это Все И такой А что Если Это Все Одно И Тоже Но Я Знаю Даже Не Читая Комментарии Я Знаю Что Во Время Этих Двух Ралли Здесь Было Жестко И Честно Говоря Было Очень Сложно Переваривать В то Время Все Эти Комментарии Но Мы Снова Здесь С Вами Встретились Так Что Я Представляю Своё следующее Видео О Эфире К Биткоину Не важно Когда бы Оно Не вышло В любом Случай Оно Выйдет После того Как Будет Развязка Это Будет Либо Вот Так Или Не Так Если Будет Так То Я Просто Скажу Ребятки Это То Где Мы С Вами Были В 2019 Когда Начала Сокращаться Ставка Может Быть Все Получится Может Быть Это Была Ситуация Когда Все Думали О Пробое А Это Оказалось Просто Преждевременным Если Через Пару Месяцев Я Появлю Здесь И Заговорю О Эфире К Биткоину Но Сценарий Будет Не Так И Не Ждите Меня Просто Смотрите На Графики Если Мы Перебьем Вот Эту Вершину То Я Думаю Что Будет Правильным Пересмотреть Точку Зрения И Сказать Что Это Не 2019 Но Если Это Будет Лишь Фитилем Вверх А Мы Спустимся Вниз За Несколько Дней То Может Быть Вообще Не Стоило Сравнивать С Пары Эфира К Биткоину Мы В той же Самой Точке В цикле В 2024 С 2019 На самом Деле Всплеск Был Просто Безумным Я Даже Помню Этот Всплеск Реально Впечатлительно Я Запустил Свой Канал Летом 2019 И Моим Первым Видео На Канале Если Я Сейчас Смогу Быстро Его Найти Моим Самым Первым Видео В То Время Очень Очень Давно Как будто Бесконечность Прошла Было Вот Это Видео Называлось Тайминги Долгосрочных Импульсных Сдвигов Простите Пытаюсь Вывести Его На Экран Вот Эфир Тайминги Долгосрочных Импульсных Сдвигов Это Было Четыре Года Назад Да Почти Пять Лет Назад Это Видео Вышло Мне кажется Я его выложил В сентябре 2019 И Буквально Я Увидел Этот Паттерн Я видел Что Произошло Я видел Эти три Всплеска И я Помню Как люди Попались На Буквально Каждый Из Них И Я Выпустил Это Видео Старейшее Видео На Канале Прямо Здесь И Вот Почему Я Говорил Что Это Это был Одном Это был Тайминг Долгосрочных Импульсных Сдвигов Здесь Вот После того Как я увидел Что произошло В январе Феврале И Марте И Мне Вот Прям Интересно Будет ли Это То же Самым Январь Февраль И Май И Что Если Каждый Находящийся Здесь Допускает Ту же Самую Ошибку Сделанную Вот Здесь Конечно Должен признать Что Рынки Динамичны Они Меняются Я Не могу Говорить И утверждать Что Спот И Тиэф Не Ясно Поэтому Это Не значит Что Я уверен На сто Процентов Я Не Уверен На сто Процентов Что Это Отыграет Я Лишь Скажу Что Моя Уверенность Это Как Семьдесят На Тридцать То есть Может Быть Семьдесят За И Тридцать Против Семьдесят За То Что Отыграет Все Так Как Мы С Вами Обсудили А Тридцать Процентов О том Что Возможно Будут Отклонения И Выдеть Что Другое Но Считаю Что В настоящий Момент Будет Справедливым Сказать Что Это Гигантская Причина Не Капитулировать После Двух С Половиной Летнего Даун Тринда Именно Эта Причина Это Не Значит Что Мы Не Пойдем Ниже Это Значит Посмотрите Что Происходит Когда Вы Так Делаете Если Вы Капитулируете В паре Эфир К Биткоину Спустя Два Споловина Года После Как Я Это Сделал Помните Я Это Сделал На Точка 07 08 Ну То Есть Легче На Это Смотреть С точки Зрения 0.54 И Сохранять Спокойствие Единственная Причина Почему Я Делюсь Этими Чувствами Не Из-за Того Что Я Испытываю Внутри А Потому Что Вижу О Том Что Говорят Обо Это Не Произойдет Есть Такие Причины С Которыми Не Поспоришь Но Я Лишь Скажу Что Вот В чем Причина Почему Вам Не Нужно Капитулировать В Двух С Полнолетнем Даун Тренде Но Также Есть Еще Одна Причина Отправиться К Разворот С Верхней Части Диапазона Поэтому Вам Нужно Быть Абсолютно Аккуратным Когда Вы Принимаете Эмоциональное Решение Основанное На том Что Альткоины Обгонят Эфир Потому Что Он Обгонял Их До Этого Несколько Лет Назад Или Полтора Года В Большинстве Случаев Эти Альткоины Являются Осцилляторами В Отношении К Эфиру Так Что Для того Чтобы Сделать Конвертацию В Верхней Части Диапазона Является Эмоциональным Решением Вы Не Должны Торговать Эфир В Обмен На Солану В Каждой Точке Когда Цена Чего-то Не Преодолевала По Крайней Мере Я Так Утверждаю Это Не Значит Что Она Не Пойдет Выше Есть Примеры Того Как Альтко Эфиру Отклоняются От Верхней В Солану В Той Самой Точке Когда Цена Не Преодолела Отметку В конце 21 Года И Марта 2024 Я Так Не Думаю Вот Почему У нас Образуется Крупное Движение Вниз А Затем Многие Люди Конвертнувшие Свой Эфир В Солану На Самой Вершине После Чего Возможно Ожидают Пару Лет Для Того Чтобы Вернуться На Прежние Уровни Так Что С этими Вещами Вам Нужно Быть Действительно Осторожными Вот Такой Рассказ На Сегодня Ребята Спасибо Что Пришли Надеюсь Что В Комментариях Вы Напишите Что Того Годное Ведь Я Парюсь И Переживаю А Пока Подпишитесь На Криптокомманс Поставьте Лайк Ведь Мы Вас Очень Любим И Ценим Всем Пока Вот Ребята Это Было Видео От Бенджамина Спасибо Что Смотрите Мы Надеюсь С вами Все Таки Исключение И У нас Будут Новые Подписчики Идти На Канал Мы То С вами Впереди Толпы Против Толпы Всей Которая Сейчас Отсутствует Мы С вами Уже В рынке Я Надеюсь Что Так Что Так Что Друзья Мои Ставим Лайки Подписываемся На Канал Пишем Хороший Комментарий Таким Образом Автоматически Участвуем В нашем Розыгрыше Крипты Будьте Также Подписаны К нам На Правильную Телегу Потому Что Много Скамерских Телег Которые Неправильные Там Разводят На Баблишку У нас Все Бесплатно И Наоборот У нас Конкурсы Розыгрыши Крипты Так Что Скоро На Следующих Стримах Разыграем Еще Миллионы Сатоши Обязательно Пишите Хорошие Комментарии Будьте Не жадничайте Самое главное Не жадничайте Не бойтесь Покупать Страх И продавать Жадность Это все Что нужно Знать Об этом Рынке Всем Удачи В торговле Хорошего Настроения И Скоро Увидимся Пока